Приветствую вас и, на мой взгляд, рефлексию стоит отличать от интроспекции введение отчета о своих чувствах, переживаниях, по сути дела, о анализе себя, своего восприятия, своих ощущений, своих переживаний и так далее. Ага, в какой момент интроспекция перестает быть таковой и начинается рефлексия? Я думаю, что она начинается с момента, когда человек делает это бесконтрольно, переливая из пустого в порозни. Другими словами, можно описать это так. И интроспекция. И другие формы познания самого себя преследует цель провести анализ собственного сознания. Но проблема заключается в том, что человек, или точнее сознание, не может анализировать само себя. точнее может, но до определенного предела, до определенного момента. И начав это дело, то есть начиная вести отчет, нужно знать, в какой момент следует остановиться. В какой момент следует прекратить пользоваться этим методом, и все-таки просто наоборот прислушиваться к себе, доверять своим чувствам. В этом плане рефлексия опасна тем, что человек перестает воспринимать безусловно и свои желания, и свои стремления, и свои чувства. И тем самым ставит под сомнение тот мир, в котором он живет, и себя в этом мире. По сути говоря, нарушается самознание себя. Это самознание может быть как на природном уровне, когда человек что-то делает, как на социальном уровне, когда человек с кем-то общается, так и на личностном уровне, когда человек выбирает культурные ценности для того, чтобы их осваивать и преобразовывать. То есть, очень важно использовать рефлексию только в качестве введения отчета о себе. Разделение. Разделение и отграничивание своих ощущений, своих эмоций и чувств, и понимание причин, по которым это произошло. Например, мы испытываем злость, и мы говорим, вот я злюсь. Почему мы злились? Причина у каждого своя. Понять эту причину, в принципе, человек способен сам. Но как эта причина появилась? Почему именно эта причина вызывает у человека раздражение? Этого, как правило, личность познать не в силах. Просто потому, что это уже слишком глубинные уровни для того, чтобы своим собственным сознанием вести эффективную работу. Но начав это делать, начав рефлексировать, человек уже не может остановиться. И именно поэтому, на мой взгляд, иногда опасно и нежелательно работать с психологом на долгосрочной основе. Потому что, как раз таки, психотерапия учит интроспекцию. Она учит тому, что человеку лучше отдает себя отчет в том, что он чувствует, что он ощущает. И до определенного предела это хорошо, но потом это уже плохо. И человек, создавая себя, выстраивая себя, начинает себя разрушать. И, поскольку у каждого этот переход, этот переломный момент свой, то нельзя сказать, насколько рефлексия полезна и насколько рефлексия времена. Для каждого человека она играет свою собственную, индивидуальную роль. Например, в зависимости от типа личности. Холерику и саргвинику. Людям, которые, в принципе, отличаются за замкнутостью в себе, рефлексировать вредно. Почему? Потому что они и так слишком сильно и часто погружаются в себя, пытаются себя анализировать, и это вредит им. Саргвиник, человек активный, человек достаточно энергичный, импульсивный. Наоборот, не пользуясь рефлексией вообще, предпочитая доверять своим эмоциям, своим чувствам, и это также вредно. Потому что подобное поведение генерирует ошибки. Генерирует ошибки непростые, а повторяющиеся одни и те же ошибки. И в результате, ну, у человека может развиться сомнение в собственных силах и разочарование в том, что он делает, в том, что он представляет из себя и так далее, просто потому, что он недостаточно анализирует себя, даже не отделяя одну эмоцию свою от другой и не понимая причин, по которым эти эмоции у него возникают, не отдавая отсчет своих желаний до конца, а просто следуя интуиции и тому, что получается лучше всего на данный момент. Как видите, нельзя сказать однозначно о рефлексии как о позитивном или негативном явлении. Рефлексия есть, и это факт. Это одна из способностей человеческого сознания. Но, пользоваться, как и любой способности, ей нужно с умом. И если говорить про вред или пользу, то здесь многое зависит от особенностей человека, в частности, от типов личности. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, одним и тем же термином обозначены разные понятия, можно сказать, что нет. Не одним и тем же термином обозначены разные понятия. Но термин рефлексия включает в себя по моему мнению интроспекцию. Это ведение отчет о себе, как я уже сказал. И это четкая, выверенная, осторожная стратегия, направление. И, собственно, рефлексию, когда человек просто с помощью его циркулирования основой тони прокручив через свое сознание, через внутреннюю речь, без какой-либо прогрессивной шкалы. То есть, интроспекция всегда прогрессивна. Она всегда сменяет одно другим. Рефлексия циклична и страдает повторением одного и того же. И этим она страшна. Этим она негативна. Проблема в том, что, естественно, люди не всегда разделяют эти два понятия. Не всегда они отдают себе отчет, что именно происходит сейчас с ними. И, надеюсь, вам мой ответ понравился. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам очень благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok